Иногда даже на нашем острове можно встретить бездомных людей. Посмотрите, вот, например, такая палатка стоит. Палатка стоит здесь за кустами, невидная вроде как её. Это практически центр города. Посмотрите, там город Ньюпорт. А это здесь городское кладбище. Вот он расположился. Сейчас покажу вам вокруг. На городском кладбище здесь в самом-самом уголочке расположился нищий. Живет, ночует. Не представляю, как это всё может происходить. Но вот то, что в больших городах, я показывала вам, как меня поразили эти нищие в спальных мешках, которые прямо в центре там спят, возле супермаркетов, возле входов в метро, везде в Лондоне встречаются нищие. Очень много бездомных, которые сидят, просят там, помогите, потерял работу. И в таком роде. Ну, вот, мне могут сказать, что и у нас тоже такое есть. Но мы же смотрим на просвещенную Европу. И вот такие вещи даже у нас на острове встречаются. Хотя на острове, конечно, другая жизнь. Я Ньюпорт не очень хорошо знаю. Да и вообще я мало знаю здесь таких вот мест каких-то специфических. И вот знаете, что меня удивило? Я показываю вам вот это кладбище, из которого я вышла. Если спросите, почему меня опять занесло на кладбище, не потому что я хотела его посетить, а просто получается так, что как раз рядом с кладбищем там находится станция для техобслуживания машин. И вот я сейчас оставила свой автомобиль на техобслуживание опять в очередной раз. Раз в году прохожу, как и все автомобилисты. Здесь вот полтора часа мне дали погулять. Я вышла и зашла совсем с другой стороны. На это кладбище решила прогуляться, но там не стала вам даже снимать. Единственное, я показала вот эту вот палатку нищего человека. А потом смотрю, здесь выход на реку Медина. Я вышла, и вы знаете, очень была удивлена тому, что я вышла как раз в центр, на набережную реки. Для того, чтобы попасть сюда, нужно объезжать вокруг. Если ехать на автомобиле, что я всегда делаю, никогда не думала, что тут буквально пять минут я прошла через кладбище, и второй выход вывел меня сюда. Ну, это бывают такие вещи, конечно. Посмотрите опять, какие у нас черные тучи. И сейчас покажу вам, какой вчера у нас был град. Просто ливень с градом. Смотрите, друзья, град. Град и дождь был, ливень. Я пока настроила камеру, ё-моё. Ну, посмотрите, вон там из трубы как вода льется. Ну, правда, он быстро тут же и растаял. 14 градусов тепла сегодня у нас. 26 октября. Опять дождь пошёл. Загнал меня сюда под козырёк крыши. И если вам слышно, как кричат чайки по-сумасшедшему. Тоже как-то, знаете, те, кто не живёт на море, наверное, и не знают, что они такие крикливые. Иногда по утрам просто достают. А я стараюсь вам показать Англию со всех сторон. Не только положительные качества, положительные моменты, но также и те недостатки, те отрицательные моменты, которые также здесь существуют. Чтобы вы, в общем-то, составили себе полное представление об этой стране. Вот ещё увидела интересную вещь. Посмотрите, стоят два автомобиля. Вольво один, а второй не вижу какой. Но настолько давно они здесь стоят во дворе, что даже заросли все травой и кусками. А на этой даже внутри там что-то проросло. Что могло случиться с хозяевами, непонятно. Обычно такие вещи случаются в автомобиле. Видите как? Если что-то случилось с хозяевами, судя по тому, как выглядит этот дом, он тоже выглядит нежилым. Вот интересно было бы узнать, что случилось. Какой огромный дом. Всё бесхозное, всё брошено. Очень много контрастов, конечно, в этой стране. Да, наверное, как и во всех странах тоже. Покажу вам сейчас, как здесь большинство людей живут. Вот сейчас мы пройдём по одной из центральных улиц города Ньюпорт, столице нашего острова, как вы знаете, и посмотрим, в каких условиях в самом центре проживают люди. И таких квартир, как я вам сейчас покажу, здесь в Англии довольно много. Вот посмотрите. Это underground floor называется. Цокольный этаж, если по-нашему говорить. Посмотрите, пожалуйста, ещё повнимательнее. Я специально обращаю ваше внимание, как можно жить. Вот там вот под вот той вот чёрной крышей, вот здесь, видите, показываю вам. Это обычная входная дверь на уровне земли. И вот там вот, видите, вот такие вот покрытые непонятно чем какие-то окошки. Там живут люди. Вот это входы такие в квартиры. Хотя вроде бы вид на море, да. Опять вот посмотрите окно. Это же просто немыслимо. Там света белого не видно. Ни днём, ни ночью. Мало того, что люди живут в земле. Так ведь эти квартиры ещё и денег больших стоят. Так и потом же я уже тоже вам рассказывала, как они отапливаются. Там в лучшем случае какие-то электрические стоят обогреватели, которых не натопишься. Сырость постоянная. И вот так вот живут много англичан. Я не скажу, что большинство. Но очень многие люди живут вот в таких вот условиях. Я, например, знаю, что у нас в России, по-моему, вот такие вот цокольные этажи подземные. Они уже давным-давно просто как складские помещения и вообще не используются для проживания. Те, кто удивляется, когда я показывала, что очень много бедных в стране, и даже бывает такое, что люди экономят на этих коммунальных платежах и не хотят платить за электричество, меня даже и не поняли, потому что как-то действительно это не понимается. Ну, это так, друзья. Даже те, кто имеет пенсии неплохие, стараются экономить. У них, конечно, не такая зима морозная, как у нас, но все равно противно сыро и промозгло. Вы можете себе представить, допустим, если у вас в ноябре месяце зарядили дожди и холодно на улице. Даже пусть там какая-то, я не знаю, 5-6 градусов тепла, но все равно уже хочется, чтобы включили отопление. Правильно? Согласитесь со мной. А здесь... А здесь вот такая вот зима промозглая, и отопление включают они крайне редко. И еще одну проблему хочу вам показать, которая в последнее время стала появляться все чаще и чаще на улицах Англии. Это толстые люди. Очень толстые, порой даже сверхтучные. Посмотрите, вот пара, например. Я иногда специально снимаю таких толстяков, не перестаю удивляться, потому что для меня англичане были всегда совершенно другими. Я имею в виду, что англичане для нас были всегда такими поджарами, казались подтянутыми, худенькими, стройными. Вот такое вот всегда было впечатление об англичанах. Но это все уже давным-давно не так. Ну и вот то, что я вам показала, друзья, вы знаете, я уже предвижу ваши вопросы многих, наверное, как обычно. Люди начинают интересоваться, если там все так плохо, то почему вы там живете. И если там все так плохо, то почему там многие живут и не собирается никто уезжать. Но это уже другая тема. Но если хотите, то я могу вам и эту тему немножко рассказать поподробнее и объяснить. Взгляд на Англию, он может быть с разных сторон. Я вам показывала красоты, я вам показывала положительные моменты. Но также иногда показываю и то, возможно, что многих удивит. И, возможно, то, чего вы абсолютно не ожидаете увидеть в этой стране, процветающей, западной, как мы всегда считали, что высококультурной стране. Да, все здесь это есть, но страна контрастов. И то, что здесь также много отрицательного, я вам это и показываю абсолютно открыто. Здесь я остановилась. Какой красивый дом. Какой красивый садик перед домом. Посмотрите, сколько разных кустов здесь. И такие две горгульи. Ну, похоже, что горгульи они откуда-то привезли, сняли. Горгульи эти. Это с церкви какой-то старинной. Видите? Но интересно. Посмотрите, как мне нравится вот такая вот разная зелень, разного цвета, разной формы, кусты. Ой, как красиво. Вот именно вот так я обожаю, когда сделано и подобрано из разных кустов озеленение. Давайте дальше посмотрим, пока нас не выгнали отсюда. Вот здесь тоже, по-моему, эта бочка здесь тоже стоит для красоты. Ну, и дальше там у них тоже, видите, патио, входная дверь. И здесь... Ну, вот отели такие здесь на берегу. Смотрятся неплохо. Вообще мне непонятно, но вы знаете, очень много отелей. Вот мы гуляли и находили в таких центральных красивых местах. И в Шанклине, и в Сандауне. Они закрыты почему-то. Закрыты, простаивают. Видно, что уже ничего не убирается там давно. Вот, в частности, вот этот отель, который я показала, он тоже давным-давно стоит закрытый. И это не потому, что коронавирус у нас. Не подумайте. Я говорю вам о тех отелях, которые закрыты уже в течение нескольких лет. И таких отелей у нас на острове очень много. Почему-то государство не помогает особенно вот таким вот бизнесменам, которые что-то такое, может быть, потеряли уже в своем бизнесе. Ну, и показываю вам еще. Вот сейчас посмотрите. Вот видите, тоже часто встречается такое, что на мусорнике, рядом с мусорниками выставляют какую-то мебель, какие-то ненужные вещи. И люди, тем, кому они необходимы и нужны, это могут забрать спокойно, бесплатно. Мне нравятся вот эти вот малюсенькие автобусы игрушечные. Их обычно используют. Что-то с них продают. Мороженое, кофе в каких-то таких ярмарках. Ну, а кто-то, может быть, просто использует для себя, для семьи большой. Еще один огромный дом. Сейчас подойду поближе и вам покажу. Ну, похоже, что этот дом на многих хозяев сейчас уже используется. Посмотрите. Здесь я вижу уже две двери. Здесь дальше отдельный вход. Еще несколько дверей. И что-то тут ремонтируют люди. У них, посмотрите, как раз вот этот вид на огромный парк. Вы знаете, очень много запустений, домов. Не знаю почему. И даже отели стоят по нескольку лет. Не то, что коронавирус. Они и раньше были закрыты. Ну, этот дом, похоже, не совсем закрыт. Он просто перестраивается. Как я могу предположить. Здесь, вот посмотрите, огромная черная машина. Написано Horses. Она специально для перевозки лошадей. Лошадей также на острове Уайт очень много. Ну, и вот эта машина, возможно, перевозит даже лошадей туда, на центральную землю. А может быть, привозит оттуда. В общем, какие-то длительные перевозки. Если кто не знает, то показываю тоже, что на острове Уайт есть Railway. Railway – это железная дорога. Вот она станция. Можно здесь сесть на поезд. Он очень старый. Это даже не поезд, а паровоз. Несколькими вагончиками, которые тоже курсируют для туристов. Есть еще вот такие места тоже. Часто в Англии можно встретить. Пикник area. Видите, написано. То есть специально площадка для пикника. Оборудованная. Ну, не знаю. Здесь, возможно, если привезете с собой, то можно и барбекю делать. Стоянка для велосипедов, пожалуйста. Несколько столиков. Там опять вот доска, которая… Давайте подойдем, посмотрим. Вот такая информационная доска, которая рассказывает как раз о этой железной дороге на острове Уайт. Здесь нужно читать все это. Не думаю, что будет интересно. Кому интересно, остановите на стоп-кадр и переведите, чтобы было более понятно. А здесь вот впереди видно из-под моста выходит железная дорога вот такая. Ни большая, ни маленькая, но она через весь остров, тем не менее, проходит. Можно спуститься вот здесь, по этой тропиночке, дойти до станции, купить билет, дождаться поезда и, пожалуйста, вперед путешествовать по острову. Я не помню точно стоимость билета, но, по-моему, что-то в пределах 5 фунтов за несколько станций на одного пассажира. Я вот, друзья, уже давно гуляю с вами по красотам английского острова Уайт. И вы знаете, все-таки я удивляюсь, потому что я сделала вывод, что неинтересны большинству красоты острова, неинтересна жизнь англичан, неинтересна какая-то английская природа, английские истории. Все же люди предпочитают слушать какие-то истории обо мне, о моих друзьях, о моих мужьях, о моих детях, о моих деньгах, о моих любовных приключениях. Ну вот, странное дело, почему так происходит. И даже мы можем посмотреть по этому видео попозже, что оно наберет не так много просмотров, как те, в которых я рассказываю о своей жизни. Но, друзья, тем не менее, я не перестаю надеяться, что вам также будет интересно рассказы мои слушать об Англии, о том, какие здесь бывают контрасты, и какая здесь бывает странная для нас жизнь, что-то непонятное, что-то понятное, но все абсолютно другое. Итак, друзья, я думаю, я на этом с вами буду прощаться. Всего вам доброго, берегите себя, еще увидимся, пока-пока! Хочу вам показать, но вы знаете, букет уже подвял, стоит у меня, наверное, вторую неделю. И вот, как вы понимаете, это мой миллионок мне принес цветы, но приносит все реже и реже. И вот я хочу узнать, с чем это связано, с тем, что миллионок разлюбил, или с тем, что у нас зима началась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!